Сейчас вы можете найти много роликов на ютубе, где блоги рассказывают о том, как новый iPhone XS Max лагает. Я решил лично в этом убедиться. Придется мне XS Max прямо здесь распаковать, потому что без связи я не могу. Я сейчас прикреплю взять тут фотку и просто обратите внимание, что рядом с микрофоном часть дома не размыта. Сейчас мы попробуем закинуть телефон в морозилку. Я вот по льду провожу. Замерз экран. Что, не заблокируется? Нет. Ну, фейс один. Может, камеру просто потереть надо? Всем привет. В предыдущем видео я упоминал о том, что куплю себе iPhone XS Max и сделал на него небольшой обзор. И сейчас как раз я собираюсь ехать в магазин, так как мне по заказу привезли iPhone XS Max черный на 64 гига. Он стоит в районе 100 тысяч и я собираюсь дать свой телефон. iPhone X у меня, я собираюсь дать его в трейд-ин и получается я доплачу в районе 50 тысяч. Я хочу посмотреть вообще стоит он своих денег или нет, хотя я думаю и так всем понятно, что 100 тысяч ни один телефон не должен стоить. Беру я на 64 гига, потому что на 512 реально очень дорогое, стоит в районе 130 тысяч, там 128, 129. А мой iPhone X на 64 гига и мне этой памяти хватает вообще вполне. У меня забито всего лишь 20 гигов и я даже не знаю, куда одевать остальную память. Вообще никогда не гнался с новинками и у меня был iPhone 4S в то время, как многие ходили с семерками. Затем я купил 6S, походил с ним немного и купил 10 iPhone. И то я купил его уже вот, можно сказать, недавно, то есть не как только он вышел. Поэтому в этом году я впервые покупаю iPhone, как только он вышел в продажу. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк и подпишитесь на мой инстаграм, ссылка будет указана в описании. Желаю вам приятного просмотра, я поехал за своим новым телефончиком. В общем, уже подхожу к магазину, iPhone, говорят, уже мне отложили, лежит меня, ждет. Привет. Что, приготовили мне iPhone? Да. В последнее время мы часто очень видимся. Ну да, правда. Так, все скажи, что по трейд-инду, что я свой отдам. Не, ну да. XS Max на 64, Space Gray. Да. Ой, бой. Еще он сказал, что цена будет другая. Еще надо будет мне с моего телефона все данные скинуть, потому что я, короче, не имею, я iPhone даже ни разу не пользовался. Ой, а что, закинем? Сейчас закинем. Сколько он у тебя гигабайт занят? Ну, что-то вообще. Да, да, да. Я поэтому и говорю мне на 64, куда мне на 12 предлагают? Мне дизевать, память некуда. Слушай, а ты где все хранишь, что вообще? Что, все, у меня ничего нет, у меня нет никаких приложений. У меня приложения только по обработке фотки. У меня YouTube, Instagram, соцсеть столько и некоторые там фоточки, все. Я вообще думал, что, короче, у тебя сейчас будет вообще полностью забит там фотками, видосами там. Зачем? Я не снимаю на телефон, у меня камера, вот я на камеру снимаю и все, у меня телефон часто звонить и в соцсети выходить. Вот смотрите, не знаю, видно, нет. 48 гигов у меня свободно. Из 64 гигов у меня 48 свободно телефон, то есть просто очень много памяти свободной. Придется мне XS Max прямо здесь распаковать, потому что без связи я не могу, и мне нужно сразу сейчас переводкнуть симку и активировать его. Такой активировал, говорю, у меня нет денег. Это пранк, это пранк. Алло. Мы сейчас эту резервную копию создаем. Ну, это там ценник минимальный пока за Ростед, если вам не кажется. Ну, я понял. Точно опять бы еще дешевле было, а РСД мы там снили магазином можем. Артем сказал, что у меня хороший телефон в хорошем состоянии. Ты рад? Я очень рад. Он говорит, пошли. По ценнику, по ценнику тогда мы с тобой сколько не говорили, а вы купили вам. Вначале 52 говорила, а так я не знаю, сколько он Артем по сутре скажет. Давай мы за 53 укупим, если он хороший. Ну, Артем пусть скажет, берет или нет. Скажи. Ну, гарантия до 5 ноября. За 53 рубашки, если че я укупил Артем. Я понял, ладно. Ты там у него идеальный. Ладно, ладно. Что, все равно? Давай. Все, спасибо, давай. Я уже не первый раз рассказывал вам про проект Монеты Кар, в котором можно зарабатывать реальные деньги, просто играя у него. Сам лично неожиданным давно убедился, что он реально платит. Кто не помнит, я покупал в игре BMW 5 и собирал с нее прибыль в кассе автопарка, что я сделаю, в общем-то, и сейчас. Теперь нужно вывести деньги себе на Киви. Вот и пришли моментальные деньги на Киви. Всем советую начать. Там не обязательно покупать сразу BMW 5. Можно начать с покупки Hyundai или же Toyota Camry. А по моей ссылке в описании, так у вас вообще сразу у вас 2110 будет в подарок. Поэтому переходите по ссылке в описании, покупайте в игре автомобили и зарабатывайте на этом реальные деньги. Просто смотрите, какая разница в размере. Все реально ощутимое. А он в ширину тоже, да, больше еще? В общем, сейчас я просто куплю телефон и обзор сделаю чуть попозже. То есть вообще по интерфейсу, как он работает, как фоткать. Просто сейчас я тороплюсь и мне просто вот нужна связь, поэтому я прямо сейчас его активировал. Но я считаю, что все равно iPhone не стоит своих денег. Не, может они и стоят, просто у нас курс бешеный какой-то слишком. Ну да, наше здание. То есть сейчас бы сколько, 30 рублей, доллар был бы и по сути что, полторы тысячи долларов примерно? 45 тысяч рублей бы он стоил. Ну это куда не шло. Прощайте, земляшки. Чекать не на 40, а на 1,6 же, да? На 1,6, да. Все, кто может продать решет? А там 43 будет написано. Так, все, спасибо. Пожалуйста. Поздравляю вас. Счастливо. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я купил себе новенький iPhone. Я просто решил его потестировать, прежде чем вам о нем рассказывать. То есть лагает он, не лагает, как он фотографирует. И вообще, стоил ли он своих денег. Сейчас вы можете найти много роликов на YouTube, где блоги рассказывают о том, как новый iPhone XS Max лагает. То, что он зависает, то, что там не работает по S1 и прочее, прочее, прочее. Я решил лично в этом убедиться. И пока что не было никаких нареканий. Чтобы проверить лагательный телефон, я даже забил полностью память. То есть я накачал кучу игр и приложений. Вот просто несколько вкладок, чисто с одними лишь играми. Которые, в общем-то, мне нахрен не нужны. Я пытался запустить их все одновременно. И телефон при этом не лагал, так как все приложения работали в автономном режиме. Сейчас остается только закинуть телефон в морозилку минут на 30-40, чтобы посмотреть, как он будет работать на морозе. Потому что, я думаю, многие сталкивались с тем, что на морозе iPhone раньше выключались. Но, опять же, это скорее было связано с батареей. И когда батарея только новая, только куплен телефон, это никак на нем не отражалось. Как-никак, скоро зима. И в любом случае, я это скоро узнаю. Но, я думаю, лучше проверить это сейчас и убедиться в том, что телефон не будет лагать. Ну, или будет. Это мы сейчас и выясним. В целом, я телефоном доволен. Хоть и не привык к такому размеру. То есть мой прошлый телефон был обычный iPhone X. И он был на тот момент самый большой из тех, что у меня был. Потому что до этого у меня был 6S, до этого вообще 4S. Поэтому к габаритам нового телефона мне придется привыкать. А так, в целом, телефон неплохой. Я сейчас вам еще покажу, как он фотографирует. Не знаю, будет ли фотка отличаться от фоток с iPhone X. Но говорят, что камера здесь гораздо лучше из-за более мощного процессора. Так как постобработка гораздо качественнее. В общем-то, сейчас мы это и посмотрим. Сейчас, в общем-то, и проверим качество съемки. Сейчас я сфотографирую своего оператора. В портретном режиме. Сейчас я сфоткал. И тут реально есть косяк. То, что размывает совсем не все. То есть я сейчас прикреплю где-то тут фотку. И просто обратите внимание, что рядом с микрофоном часть дома не размыта. То есть большая часть дома размыта. И несколько окон нет. Но это сразу бросается в глаза. И выглядит, ну, не очень красиво. И так было и на X. Я помню на этом. Единственный плюс, то что здесь можно немного убавить размытие заднего фона. То есть можно сделать вот так. То есть вообще убрать его практически. А можно сделать вообще размытым. Но это совсем уже ужас. На X такого не было. Не было такой функции. И иногда это тоже очень сильно раздражало. Потому что ты не хочешь очень сильно размывать задний план. Но он размывается. И с этим уже ничего не поделать. В общем, фото я вам показал. Пойдемте тестируйте в морозилке. Сейчас мы попробуем закинуть телефон в морозилку. Не выключаю его. Буквально минут на 30. Минус 20 градусов сейчас стоит. На лед что ли может положить вообще? Хотя разницы нет, да? Да, разницы нет. Сейчас ждем буквально 30 минут. Затем я вынимаю и запускаю какое-нибудь приложение. Какую-нибудь игру. Если, конечно, он вообще не выключится, пока там лежит. Ставьте лайк за моего нового питомца. Я еще вроде бы не показывал. Кстати, напишите в комментариях, каких животных вы любите. Есть ли у вас какие-нибудь питомцы. Прошло уже 35 минут. Вот с того момента, как мы погрузили телефон в морозилку. И можно доставать. Будет ли он работать? Ой, блядь. Он ледяной. Потрогай его. Утронься. Я кью. Ну да. Тебе не спрямо на тебе? Да нет. Там лак защиты, в принципе, на носах не страшен. Можно рисовать на нем. Итак. Он даже не выключился, даже зарядка не... Стоп. А, теперь как будто смотри, как будто... Блядь, как будто по льду провожу. Замерз экран. Что, они же блокируются? Нет. Ну, фейс один. Может, камеру просто потереть надо? Покажи, на каком. О, зарабатывался? Да. Лагает? Подлагивает, да. Ну, по-моему, на морозе таких условий не бывает, что... Ну, так вот, аж весь льдом покрывается. Ну, реально льдом покрылся. Но он лагает, скорее всего, не от того, что он замерз, от того, что он мокрый. Потому что, ну... Бывает же такое, что ты проводишь мокрым пальцем по экрану и... Ни хрена. А, анимация не лагает, сами, посмотри? А, анимация вроде нет. Все норм. Запусти, конечно, приложение. А, ну, вроде все нормально. Но он весь мокрый. Надо вот полотенчиком обтереть. Но зато не выключился. То есть он сейчас подлагивал. Точнее, даже не подлагивал, а просто не реагировал на касание, так как экран был очень мокрый. Поэтому телефон не лагает, и те, кто снимает видос, якобы у них лагает телефон, я не знаю, что они делают специально в ролике, для того, чтобы он не залагал. Просто они по-любому делают какую-то процедуру, а потом вам показывают то, что вот он ни стало ни сего, начал них тормозить, лагать, виснуть, ну, это при этом. Мой итог такой, то что телефон хороший, но стоит ли он 100 тысяч рублей, это уже другой вопрос. Я считаю, что, ну, ни один телефон на данный момент не может стоить 100 тысяч рублей. Вообще 100 тысяч рублей для телефона это слишком круто. Но, я думаю, дело не столько в айфоне, сколько в нынешнем курсе доллара. То есть сейчас доллар стоит 66 рублей, следовательно и айфоны дорогие. То есть если бы доллар стоил как раньше 30 рублей, то айфон стоил бы, ну, 40-45 тысяч. Как бы это для флагмана всегда была как раз нормальная цена, 30-40 тысяч. Видос подошел к концу, я купил телефон, сделал небольшой обзор. Стоит телефон своих денег или нет, решать исключительно вам. Но я считаю, что в целом телефон неплохой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет указана в описании. Там периодически выходит куча фоток, бывает инфа по видосам, которые еще даже не вышли. Поэтому будьте в теме, будьте в курсе, подписывайтесь. До новых встреч, пока!